Одной из площадок по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне стал столичный драматический театр белорусской армии. Именно в его стенах прошел четырехдневный онлайн-марафон «Беларусь помнит цветы Великой Победы». Организатором выступил Белорусский Республиканский Союз Молодежи совместно с Министерством Обороны и Издательским Домом «Беларусь сегодня». И каждый день в онлайн-эфире мы могли видеть двухчасовые такие прямые трансляции, стримы. Гости к нам приходят не с пустыми руками, а приходят с портретами своих дедов, прадедов, прабабушек, которые воевали. Марафон стартовал с возложения цветов к легендарному танку Т-34 у Дома офицеров. Во время тематических живых трансляций зрители смогли услышать истории ветеранов, увидеть отрывки из пьес. Со сцены звучали стихи о войне и песни в исполнении артистов белорусской эстрады. Проект стал связующей нитью между поколениями победителей и молодежью, которая бережно хранит историю войны и память о ее героях. «Это мой прадедушка Пескун Антон Евдокимович, уроженец Макилевской области. Прошел через всю войну, был в плену, бежал и закончил войну в составе Третьего Белорусского фронта за освобождение города Кёнигсберга». Гурский Александр Иосифович служил на Первом украинском фронте. Пошел на фронт он, когда ему было 17 лет. У нас это передается из поколения в поколение, на самом деле, потому что по-другому быть не может. Это история, и для того, чтобы история не повторялась, в ней нужно помнить. Мы ценим, уважаем, не забываем, не переписываем ту историю, которая доставалась такой ценой и кровью. Эта история, вот она правдивая и передается из поколения в поколение. Что мы и будем делать, что я буду делать, буду рассказывать своим детям. И очень рад, что они вот застали свою прабабушку даже, которая воевала. Активистами БРСМ была создана виртуальная версия национального альбома «Беларусь помнит родные лица победы». Принять участие в этой акции, подать свою фотографию, для того, чтобы она была размещена в веб-версии, может любой житель Беларуси, либо же любой житель другой страны, родные которого были белорусами, воевали на белорусских фронтах. Мы склоняем головы перед подвигом героев Великой Отечественной и не устаем благодарить вас, уважаемые ветераны, за то, что сегодня живем в мирной и счастливой стране.